Внимание у жителей! Аким Горда Сапар Сатаев встретится с балхашцами 29 июня. Профессиональный праздник! 28 июня – профессиональный праздник представителей СМИ в Казахстане. Я желаю вам дать особый диплом – оплатить вам нуждам Казахстане. Увидеть результаты многолетнего обучения и получить диплом – заветная мечта каждого выпускника. Сегодня такую радость испытали выпускники Политехнического колледжа корпорации «Казахмыс». В торжественной церемонии приняли участие почетные гости, педагоги и родители выпускников. Казахстане корпорации «Казахстане» в каждый день. В каждый день – лекция человек. Почетные гости мероприятия поздравили выпускников и вручили дипломы. Благодарственные письма в этот день получили выпускники, активно участвовавшие в общественной работе. В свою очередь молодые специалисты также выразили благодарность и теплые пожелания. Почетные гости мероприятия поздравили выпускников и вручили дипломы. В этом году учебное заведение выпустило пять групп, а это 108 выпускников по направлениям электромеханика, сварка, металлургия, обогащение полезных ископаемых и механика. Пятеро из них получили диплом с отличием. Я учусь в поликлиническом колледже корпорации Казахмус на специальной технике электрик. Точнее уже заканчиваю, это последняя минута моего вручения диплома. Я бы хотел выразить огромную благодарность своему колледжу, что они дали мне те знания, те качества, которые дали мне достичь своих вершин. И также я хотел бы пожелать для амбитуриентов следующих, чтобы они выбирали прям ту профессию, которая будет лежать на их душе. Я хочу сказать, что я хочу поздравить наших выпускников. Сегодня у них торжественный день, это церемония вручения дипломов. Я думаю, что наши дети получили определенный багаж знаний и придут, встанут в системе, работать в системе корпорации Казахмус. Мы гордимся своими выпускниками, хотим сказать, чтобы сказать большое спасибо нашей корпорации Казахмус, руководителям, которые предоставили именно производственную площадку для прохождения практик, хороших наставников, которые помогли нашим детям получить навыки профессионального мастерства. А нашим выпускникам я желаю удачи, добра и счастья. За несоблюдение правил благоустройства в ходе рейда было вынесено предупреждение владельцу цветочного магазина по улице Уалиханова. На предпринимателя наложили штраф в размере 69 тысяч тенге. Стоит отметить, что помимо объектов предпринимательства, разрешение на реставрацию балконов, лоджии или покраску их в разные цвета нужно получить и обычным жителям. Также рекомендуется принимать участие в благоустройстве и озеленении придомовых территорий. При рейдовых проверках совместно с отделом полиции и архитектуры города выявлено ряд нарушений у предпринимателей цветочного магазина, а именно отсутствие согласования внешнего облика с отделом архитектуры, а также нарушение правил благоустройства. В связи с чем на данное лицо было оформлено по статье 505 КУА БРК административное правонарушение. Предприниматели несут строгую ответственность за нарушение правил благоустройства. В первом случае выносится предупреждение, либо штраф в размере 69 тысяч тенге. В частности, на субъект малого предпринимательства будет наложен штраф в размере 103 тысяч 500 тенге. Среднего – 138 тысяч тенге. На субъекта крупного предпринимательства – 345 тысяч. В настоящее время отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства и участковые инспекторы совместно проводят рейд по городу Балхаш. Уважаемые жители, а также предприниматели города, просим вас привести в соответствии все нарушения правил благоустройства. 29 июня в 15.00 Аким города Сапар Сатаев встретится с жителями города. Встреча пройдет во Дворце культуры имени Хамзина. Мероприятие будет транслироваться онлайн на официальных страницах Акимата города Балхаш в Инстаграм и Фейсбук. Созданы специальные рабочие группы для сбора вопросов и предложений. Их вы можете отправить по номеру телефона или на электронную почту. После встречи пройдет личный прием. Курбан-Байрам или привычный для всех казахстанцев Курбанайт – один из главных праздников для всех мусульман. Его празднование длится три и более дней. В этом году первый день Курбан-Байрам выпадает на среду – 28 июня. Следовательно, праздник продолжается до 30 июня включительно. Один из самых значимых мусульманских праздников в Курбанайт приходится на 70-й день после окончания поста Ораза. В переводе с арабского название праздника означает «праздник жертвоприношения». В этот день мусульмане приносят в жертву одно из животных – овцу, корову, барана или верблюда. В том году в Курбан-Байрам жертвоприношение состоялось на скотобойне по улице Жусанды-1. Следует отметить, что тогда в Балхаш было завезено около 600 голов животных. При жертвоприношении овцы или козы должны достичь годовалого возраста. Крупный рогатый скот – двухлетнего, а верблюды – пятилетнего. Но если ягненок в шестимесячном возрасте наберет вес годовалого, то разрешается его жертвоприношение. В местном проведении жертвоприношения в честь праздника Курбанайт определен убойный пункт, расположенный по улице Степная-1. Для обеспечения эпизодической безопасности и безопасности животноводческой продукции в регионе убой будет производиться в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства. Если будет производиться подворный убой, то с требованием ветеринарного законодательства будет применяться административное взыскание. После жертвоприношения одну треть следует оставить себе, вторую треть раздать в качестве милостыни, а оставшуюся часть использовать для праздничной трапезы в семье. В праздничные дни мусульмане ходят в гости к родственникам и друзьям, дарят подарки. 28 июня – профессиональный праздник представителей СМИ в Казахстане. Журналисты играют важную роль в обществе и являются мостом между народом и властью. В Балхашей работают два издания и два телеканала. Съемочная группа Workin Media представляет отрывок из повестки дня корреспондентов. От всей души поздравляем всех наших коллег с профессиональным праздником. Желаем успехов на информационном фронте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова